Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 уже больше года выпускается в Германии и Китае, хотя продажи начались только в сентябре, а реальные машины клиентам доставили только месяц назад. Но время не ждет, пора расширять гамму. Тем более, что обычный ID.4 не вполне кроссовер. Из нескольких вариантов мотора и батарей нет ни одного полноприводного. Но в электрическом мире привод 4х4 означает не карданный вал, а дополнительный электромотор. Так появился ID.4 GTX, двухмоторный и полноприводный. За основу взяли самый мощный ID.4 с двигателем на 150 кВт. На переднюю ось поставили второй 70-киловаттный электромотор. Дуэт выдает 300 сил, а это уже уровень заряженных Volkswagen. Поэтому не удивляемся, что немцы выдумали новый индекс. Вдобавок к бензиновым Volkswagen GTI, дизельным GTD и гибридным GTE, миру представлено чистое электрическое семейство GTX. Что касается конкретной четверки, то она получила топовый аккумулятор на 80 кВт. Но запас хода получился на 30-40 км меньше, чем у заднеприводного ID.4. Продажи в Европе стартуют летом по цене от 50 тысяч евро. Но немецкие покупатели могут рассчитывать на субсидию в 7,5 тысяч. Плеснуть ложку дегтя в электрическое благолепие может только показатель максимальной скорости. Во-первых, это те же 180 км в час, что и у обычных ID.4. Во-вторых, это не очень-то быстро для 300-сильной приспортивленной машины. Вообще, для электромобиля быстро это всё, что выше 100 км в час. Электромоторы гораздо хуже, чем ДВС, переносят автобанную скорость. А расход энергии вырастает до неприличия. Поэтому автомобильный мир по мере электрификации движется и к снижению скоростей. Тем более, что и это сочетается заботой о безопасности. В прошлом году планку 180 для себя установила компания Volvo. А теперь вот и группа Renault огласила новые меры по борьбе с дорожными авариями. В числе прочего анонсирован и ограничитель скорости для всех выпускаемых моделей. Исключение сделают только для спортивного бренда Alpine. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова